В стране отмечают День защитников Отечества и 105-летие вооруженных сил. Искреннюю признательность всем, кто посвятил жизнь великому делу служения отчизне, выразил президент. Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности. Настоящие школы мужества для молодежи. Вспоминают белорусы в этот день и героев Великой Отечественной войны. К памятникам и обелискам ложатся цветы. Полный курс вакцинации против коронавируса в Могилевской области прошли 73% населения. Это свыше 700 тысяч человек, 22 из них дети. Для первичной прививки доступны препараты «Спутник Лайт», «Гамковид Вак», «Синофарм». Для бустерной еще и «Собирано Плюс». К слову, ситуация с вирусом стабильная и контролируемая. В Могилеве с 24 по 26 февраля пройдет выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная». В спорткомплексе «Олимпиец» будут представлены передовые разработки. Свои инновационные возможности продемонстрируют университеты и предприятия региона. Недавно аналогичный форум состоялся в Минске и вызвал живой интерес посетителей, поэтому принято решение провести его в каждой области. В Бобруйске стартовал второй форум развития гражданского общества «Мы вместе». В программе дискуссионные и выездные площадки, которые будут организованы на базе первичных организаций «Белая Русь». Это возможность обсудить самые актуальные вопросы нашего региона. Продлится форум до 28 февраля. Бобруйчанам предлагают придумать туристический бренд. Короткая эмоциональная фраза должна отражать наши ценности и привлекать внимание. А визуальный символ – иметь оригинальное начертание, графический, стилизованный образ. Главное – уникальность и индивидуальность. Свои идеи можно высылать до 1 марта на электронный адрес на экранах.